Всем привет! С вами снова Ленуська и сегодня мы готовим рыбные котлеты. Для этого нам нужна плитка, сковородка, рыбный фарш, трески я разморозила. Здесь у нас фарш 450 грамм, одна луковица, соль, перец и одно яичко. Начинаем наше приготовление. Так, для приготовления рыбных котлет нам понадобится филе трески. Разрезаем нашу упаковочку, достаем отсюда, сколько здесь водички, это нам не нужно. Выливаем филе, вернее фарш рыбы трески. Так, немножечко не до конца растаял. Разминаем все комочки, которые не успели растаять. Так, дальше нам нужно почистить одну луковицу. Терку, терку, терку. И все выполнено. Ху-ху-ху. Итак, мои дорогие, вот и нашлась наша терочка. Трем на крупной терочке лук. Одну штуку. Добавляем одно яичко. Перчим. Моя корунная мельница из Икеи. Очень люблю ее. Солим. Ну, буквально вот столечко солим. Еще немножечко. Тоже. Такую приличную щепоточку с горкой. И перемешиваем в нашей кастрюльке все ингредиенты до получения однородной массы. На соль? Вроде ничего. Вот такой вот фарш рыбный у нас получился. Для того, чтобы делать обвалку, нам понадобится мука ржаная и отруби. Перемешиваем их в одинаковом количестве. Отруби. Так. Оп-оп-оп. И мука. Посыпаем нашу такую икейскую мягкую досочку. И добавляем туда по одной штучке наши котлеты. Рыбные. Формирую котлеты и хорошенечко обваливаю. чтобы они вот такие вот котлетки у нас получаются. Следующая. Где-то приблизительно 5-6 котлеток у нас получается. с 450 грамм рыбного фарша готового. Я как-то делала рыбные котлеты, но я сама делала фарш. Не очень вкусно получилось. Вот еще одна котлетка, три. Раньше я покупала брусочки рыбные. Они уже такие разделенные на квадратные брусочки. Такие мини-котлетки. Просто размораживала их. Обваливала муке даже без яйца. Обжаривала с двух сторон. Шестую берем. И последняя. Седьмая котлетка. Очень такой водянистый фарш. Обваливаем хорошенечко седьмую котлету. И сейчас будем жарить. Вот получились у нас вот такие котлетки. Шесть штучек. Даже семь. Семь штучек у нас получилось. И еще я хотела бы посыпать отрубями их. Потому что уж очень они такие водянистые. Закрываем наши отруби. Берем сковородочку. Ставим ее на плитку. Нашу. Вот она у нас стоит здесь. Включаем ее в розетку. Выставляем режим 1400. Наливаем масло. У меня вот такое вот масло благо. Сковородочка должна очень хорошо быть разогретая. Потому что рыбные котлеты у нас очень сочные получились. Я боюсь, что они могут развалиться. Поэтому лучше прогреть хорошенько сковородку. Вот такие вот котлетки у нас получились. Выкладываем. Выкладываем их равномерно по нашей сковородочке. Чтобы все семь штучек вместились. Пять. Шесть. Вот так выглядят они. Сейчас я их буду переворачивать. Обжаривать с одной стороны, потом с другой. Где-то приблизительно пять-семь минут. И потом вам покажу, что у меня получилось в готовом виде. Так, наши котлетки приготовились. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот такие они. Немножко чересчур зажаристые. Сейчас менее зажаристую покажу. Вот. Сейчас покажу вам в общем. Вот. Сейчас попробую котлетку. Более зажаристую попробую. Ой. Так. Сразу не скажешь, что это рыбные котлетки. Только потом уже, когда распробуешь, понимаешь, что они рыбные. Вот такие они. Очень вкусные котлеты. Я уже съела целую котлету. Ароматные. Всем советую приготовить такие котлетки. Очень быстро. Особенно, если у вас имеется готовый фарш. И у меня на индукционной плитке это получилось очень быстро. Всех целую. Всем пока. До новых встреч. Всех. Спасибо.